Эрика Сорга Эрика Сорга Это предварительное ознакомление Я приеду туда, съезжу обязательно в клуб Встречусь со всеми, узнаю друг друга Потом у меня будет момент, когда я буду изучать квартиры, где я буду жить Машины То есть мне на это все понадобится, конечно же, время Но тренироваться я уже начну буквально после моего приезда Почему именно Штаты? В прессе мелькали сообщения о том, что предложений у вас хватало Назывался и именитый голландский клуб Фиенорд И польский клуб назывался И другие команды упоминались Из скандинавских стран, Бельгии И тут вдруг США Казалось бы, не самый очевидный выбор Потому что было так То есть были предложения Но конкретных из них предложений не было То есть они просто говорили, что вот так вот так вот хотим-хотим Но ничего конкретного мне не давали А США, команда DC United Они сразу и прислали контракт И все то, что там Ну, то, что они мне дадут там Все условия То есть у меня было еще такое предложение Чтобы я остался на полгода в Эстонии И чтобы еще улучшить предложение с Европы Но я подумал, что рисковать не стоит И лучше взяться сейчас И уехать лучше на моем пике карьеры Чем еще ждать Неизвестно, что может быть случиться То есть у меня могла быть какая-нибудь травма Там, не знаю, какой-нибудь спад пошел То есть я не стал рисковать И оставил и взял это Ну, я думаю, что выражение пик карьеры Сейчас промелькнуло случайно Потому что в 20 лет говорить о пике карьеры еще рановато Вот чего хотелось бы добиться в футболе? Хочется, конечно же, в футболе достичь высот Сыграть в клубе за мои мечты То есть я скажу сразу же Это Реал Мадрид То есть это мой самый такой пик мечты Вот И, конечно же, не знаю Выиграть Лигу Чемпионов Когда вы переедете в Америку Вы будете играть в основной команде Или нет? Да, конечно, сразу же приеду Буду тренироваться И играть в основной команде Да, я слышал там Что меня и представили уже и в дубле Но это все из-за того Что там юридические схемы То есть у главной команды Не было местных легионеров Но получилось так Что до моего уезда У них освободилось еще одно место И поэтому мне придут новые бумаги Я подпишу уже с DC United Сразу же И уже будет официально Что не London United Который сейчас написан везде А уже DC United официально В одном из интервью Вы сказали, что Уэйн Руни Забил в первом сезоне За DC United 11 голов И ваша цель Как минимум повторить это достижение А лучше перебить его Так и есть? Да, так и есть обязательно Конечно, я хочу Великий игрок играл в этом клубе То есть моя цель очень высока Я хочу действительно забить больше, чем Руни Ну вообще о чемпионате США Знают у нас немного И есть такой стереотип, наверное Что туда приезжают доигрывать звезды Которые чего-то уже достигли в Европе И не могут соревноваться на таком уровне И на таких скоростях Но тот же Руни приехал, когда ему было уже далеко за 30 Дэвид Бэхом, Златан Ибрагимович Это вот те великие футболисты Которые играли в США Когда уже их карьера шла на спад Вы отправляетесь туда в самом рассвете сил Ну скажу так же Ибрагимович сейчас играл от Los Angeles Galaxy И уехал обратно в Европу, в Милан То есть в 20 лет, я считаю, у меня будет высокий опыт Набраться там опыта У чемпионата, у игроков новых То есть я на 3 года туда уезжаю Может быть еще на 4, ну то есть продлением на 1 год То есть за эти года я могу набраться там опыта высокого И спокойно также уехать в течение этих лет в Европу То есть для меня это хорошее решение очень Ну помимо того, что это очень хорошая возможность Стартовать действительно в хорошей команде Это наверняка еще и очень хорошие деньги Говорят о том, что американцы выложили за ваши трансферы Полмиллиона евро Что ваша годовая зарплата будет составлять 200 тысяч евро Это так? Скажу так, что Что пишут в прессе Это абсолютно не так Я буду получать меньше И на этом все Ну а что касается все-таки суммы, которую клуб получит за ваш переход То если исходить из того, что было озвучено в прессе То на протяжении последних 15 лет Ни одного эстонского игрока так дорого не продавали Последний случай был в 2005 году Когда за 600 тысяч евро в московский локомотив отправился Дмитрий Круглов Вот как вы сами справляетесь с этой славой, так скажем Которая на вас навалилась сейчас? Звездной болезни не появилась еще? У меня, к счастью, не появляется от этого никакой звездной болезни Я отношусь к этому действительно нормально То есть это нормально, когда клуб отдают деньги за игрока То есть 500 тысяч, да, это высокие деньги И они официальные То есть их можно увидеть на официальных трансфер-маркетах То есть я скрывать не буду Это действительно так, они заплатили такую сумму Ну вы стали лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии в прошлом году А кто стал лучшим игроком? Лучшим игроком стал Константин Васильев То есть он для вас пример? Да Насколько вообще для вас волнителен этот переезд? С одной стороны вы знаете себе цену, это заметно А с другой стороны вы едете к игрокам, которые играют, ну скажем, в высшей лиге Для меня волнительно то, что это, во-первых, новая сторона, новые правила Все будет по-новому, то есть мне надо будет начать, так скажем, новую жизнь Действительно тяжело будет то, что родители далеко будут от меня И все-таки этот 8-часовой поезд, то есть очень тяжело будет привыкнуть Но я думаю, с этим я справлюсь, то есть никаких не будет проблем И с клубом я тоже войду в клуб, все будет хорошо, я считаю Вы говорили уже, что девушка с вами отправится туда? Да, девушка со мной сразу полетит тоже То есть это своего рода будет способствовать лучшей адаптации? Да, 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 это как поддержка с собой Как жена декабриста готова все бросить и за вами туда поехать Ну что ж, мы желаем вам удачи на новом поприще И действительно будем ждать известия о ваших успехах Спасибо большое Я должен все-таки сказать под занавес интервью, что есть люди, которых расстраивает ваш переход в Америку Вот у меня ребенок занимается во Флоре В прошлом году взял себе 50-й номер даже Номер, под которым играл Эрик Сорга в клубе И узнав, что Эрик Сорга отправляется в Америку, прям расстроился Ну когда он услышит об успехах Эрика, тогда он будет все-таки радоваться И поймет, что Эрик правильно сделал Ну что ж, Эрик, минимум 11 голов в сезоне Ждем Чтоб Уэйн Руни просто залился горькими слезами от зависти Удачи, успехов, правда Спасибо И ждем, конечно, вызовав национальную сборную, чтобы там тоже были голы и хорошие выступления Спасибо